здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала вот такая ситуация у меня произошла с орхидейкой за которой я кстати переживала хочу сразу же рассказать об ошибках при посадке в закрытую систему такую же ошибку сделала я я посадила ее в мелкую кору но если вы сажаете в кору мелкой фракции относительно мелкой закрытой системы я советую не добавлять субстрат всем буквально щепоточку добавить и все сюда я засыпала значит мелкую кору и много субстрата достаточно и она у меня как я подозреваю начала там закисать чем я люблю крупную кору потому что больше доступа воздуха и вот так она у меня упала хорошо что вазы не разбилась сейчас мы посмотрим что с корневой все с вами мы проверим заодно вообще я ее доставать все равно не собирался посмотрите какая кора это сверху у нас еще кстати покрупнее дальше у нас там прямо она мелкая вот посмотрите вот субстрат вот сейчас мы все разберем до уровня мха вот посмотрите вот видите конечно она начала под закисать сейчас мы посмотрим что с корнями сгнили ли они у нас или нет даже я говорю я бы ее доставать отлично я не буду далее пока я разбираю хочу сразу ответить на вопросы как правильно пересадить из закрытую систему горшочек значит поливать чаще не надо когда вы пересаживаете в горшочек потому что корни у вас однозначно сгниют но вот вы проходите допустим вот как вы совершили полив да как со всеми своими остальными вот прям буквальничка вот так и и стопочки расплеснули ну там с краешку где-нибудь до водичка если протекла в подончике постояла немножко она до вечера впитает есть до вечера не впитала вылили и вот так орхидейки легче адаптироваться там допустим между поливовым в один разочек еще ей добавляете немножечко водички потому что все-таки закрытая система это влагоемкая процедура я никогда и закрыт систему уже обратно не пересаживаю чтобы у меня там не происходило единственное мой был в мое было исключение это минти которые сидели у меня в большой такой вазе в которой сейчас голубая орхидейка сидит вот ей я их пересадил потому что они конечно для этого за маловато так вот мы с вами все вытащили и мы сейчас на донышко положим сразу же вот такую крупную кору мы положим вот так вот уголек который у меня там практически не было сейчас мы положим угля вот так вот побольше вот так кору вот эту вот мы положим с вами крупненькую такую далее мы вот этот вот так как у нас уже крупная кора идет мы положим вот этот же есть субстрат вот такой с которого уже сам хом идет ну а далее мы заложим ее также корой так угля что-то маловато вот еще уголечек мы с вами в этот раз мы пожалеем в этот раз он есть так у многих кстати проблема кто сажает в кору мелкой фракции сейчас посмотрим мне прямо интересно что с орхидейка но однако же я хочу сразу же подготовить нашу емкость к посадке опять положим кору покрупнее теперь мы посмотрим сколько корешков сейчас я руки полосну так вообще хочу сказать если вас что-то сильно напрягает если у вас корешки какие-то плохие вы видите много плохих корешков даже орхидею с цветоносами не бойтесь вытащить посмотреть вот я наверное просто из оленей за свои не хотел так теперь самое интересное даже для меня как она себя чувствовала в этом аквариуме так снимаем верхний слой это моя любительница как вы все знаете уже ростить воздушные корешки посмотрим как она она в горшке вообще у меня не ростила ни разу корни поэтому я ее посадила в не корни имеют в горшочке не ростил ни разу все время воздушно-воздушно на какой-то у меня воздушный десант вот посмотрите я когда смотрела вазочку о чем я вам говорила думала что у меня много гнилых корней на самом деле вот этот вот корешочек он скорее всего был при посадке еще треснуты но он не гнилой посмотрите я поближе покажу сфокусирую камеру так вот видите я нажимаю не воды не гнилья абсолютно ничего нету просто он перегнивает и все вот этот я думала что гнилой он абсолютно плотный хороший вы представляете орхидея у меня в какой влажности сидела и вот этот вот сухой он ей пойдет на как сказать на удобрение орхидейка сколько времени сидела в такой влагоемкой колбе я считаю это очень влагоемкая я ее ни разу не поливала не фитоспорином не максимом я вообще ни разу вот не пользовалась закрытой системе но средство хорошее кто очень беспокоится вот смотрите тоже просто сухой вот правда вот смотрите на кончике водичка но он опять же он не гнилой корень вот он нету вот гнилья посмотрите он какой светленький он не перегнивший ничего она его перерабатывала себе во благо детка у меня я уже рассказывал об этой орхидейке детка у меня погибла вот даже две детки она не стала это мать кукушка моя она не стала у меня расти деток вот она себе зато вырастила три новых листа вот третий растет закрыт системе 2 когда я посадил вот этот был маленький листочек вот этот закрытый вылез лист и еще в закрытой системе вырос лист но я ее когда купила вы знаете у нее такие безжизненные вот были вот такие вот безжизненные листы и есть вот посмотрите вот они как вы знаете вот их трогаешь вот слышите да они как наждачная бумага все вот все вот эти куплены вот эти листочки уже выросли они гладенькие такие они глянцевые да они новенькие ну мне кажется они станут такими наверно такими же наверное скорее всего сорт все корни до 1 который есть вот эти вот воздушные кроме вот самого длинненького этот он вырастил горшочки у меня с корой с дырочками эти все он ростит у меня в закрытой системе но не от того что я там я думаю дискомфортно нет посмотрите вот корешочек у нас новый вот видите корни вообще плохие какие-то они безжизненные они суховатые и когда она у меня сидела в горшке из-за чего я пересадил закрытую систему я ее только полью до корни слегка позеленели и опять они делаются вот такими сухими безжизненными абсолютно как будто я даже не поливала вот даже в закрытой системе посмотрите они все равно такие вот мне вообще не нравится ее корня вот посмотрите новый корешок растет у нас дальше вот корешок растет вот корешок растет вот пошел корешок у нас в рост в ростик хотел сказать вот так что все нормально сейчас мы вот лишнее вот так вот удалим так но я кстати думала что будет много гнилья почему-то мне так казалось один корешок темнел 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 вазочки в итоге он не сгнил вот если я не ошибаюсь вот этот вот корень был мне казалось он вообще гнилой а он видите он темнел темнел очень долго с момента посадки вот я ее наверное в январе или феврале месяца два назад сажала и видите он просто темнел и в итоге он засох когда они сохнут ничего страшного абсолютно в этом нет я даже ничего обрабатывать у нее не буду я сейчас постараюсь ее аккуратненько особо не тормошить садить ее обратно этот вот урос у нас наверное не получится мне пенечек получилось куда-то улетел вот у нас здесь что-то набухло или корень тоже или цветонос уже пытается прорвать оболочку вот посмотрите вот в этом месте вообще орхидейка конечно я не знаю какого она во-первых цвета во вторых она меня радует своими корнями у меня в горшочках которые орхидейки растут ни одной нету чтобы ростила воздушные корни я знаю что это хорошо говорят что некомфортно орхидеям когда немного выпускает воздушных корней мой папа говорит фу учете за червяки такие а я обожаю когда орхидеи воздушных корнях и я так рада на самом деле что у меня хотя бы одна орхидея ростит воздушные корешки но я хочу сказать так вот она сидела в колбочке посмотрите корешки смотрят вниз они будут тянуться к водичке и этот вниз а так как листик стоял вот так вверх они не стали его пробивать видите они полезли тоже наверх я не стал убирать листок я все надеялась что она у меня отсушит нижние вот эти вот листики вот этот вот кстати вроде начала сушить да какая то она скорее всего будет эта орхидейка у меня сиреневая листья видите сиреневый такой преобладает окрас точно она уже не белая вот но конечно с листьями проблемы у нее как будто ей поступает мало питания видите в чем дело и я говорю на ощупь она такая очень вся вот сухая минате мне все время хочется ее замочить воду вот я ее сейчас замочу фитоспоринчики вот прям вот так вот я поставлю буквально на пять минуточек вот так она у меня постоит вот сейчас пока она у меня стоит я вам хочу показать орхидейки вот мои стоят под лампочкой вы знаете я сначала хотела их оставить на два дня но потом я решила проэкспериментировать будут будет ли она распускать бутоны под простой цокольной фитолампой вот она так светит на них с утра я включаю выключаю вечером да и посмотрите она у меня все бутончики которые есть она меня все все их распустила вот ну вот как вы помните у это орхидейки горшочки и когда я вытащила из горшочка я показывала корешки вот у нее знаете как было кто не смотрел видео у нее были корни вот как бы шли по кругу сверху а потом как коса такая одна гроздь и с одной стороны не было вот корней кого пустота и если моя розовая чувствует себя замечательно то у этой я обнаружила вот видите не могу пальцем показать сейчас я попробую так сесть получится если будет видно вот так продолжаем вот здесь вот корешочек потемнел покрылась какой-то плесенью и вот как вы видите прям через дырочки тоже корешочки в принципе да я их поливаю очень редко потому что большие горшки ну мне кажется опять же да то что кора просто закисла но не закисла она сохраняет долго очень влагу в том месте где нет корней то есть у той орхидеи много корешков да и она быстро выпивает водичку у это корешков меньше вот и она водичку пьет гораздо меньше то есть дольше вот хотя я вроде бы всегда шпажку втыкаю чтобы посмотреть насколько просох субстрат так вот так давайте приступим посадки даже не знаю стоит снимать или нет мы сниму вот орхидейка у нас принципе и как вы уже успели заметить я просто хочу еще знаете что показать как у нее зеленеют корни то есть они у нее не ярко зеленые посмотрите еще свет отсвечивает кажется они позеленнее на самом деле они при намокании становятся у нее вообще коричневого цвета только сегодня я выложила видео о купании орхидеи закрытой системе говорила что-нибудь доставать но увидите волю случай так вот у нас произошло вот да на камере они более такие зеленые на самом деле они коричневатым может быть от какое-то заболевание но я ее уже такой вот купила ну принципе принципе очень очень все достаточно хорошо выглядит так так мы ее сейчас посадим вот надеюсь вам хорошо видно так начнем закладывать кору так уголек я сейчас еще порежу обязательно чтобы потому что я сейчас не порежу опять забуду положить хотя там принципе в принципе достаточно его я там много на дно положила и будет раз уж есть так вот так я разрезаю это древесный уголь простой магазине купленный для шашлыка хотела ездила на дачу подружки взять из печки они топят березовыми значит этими поленами поленьями нет да не важно в общем так ладно рука грязная так вот как вы видите у меня там есть вода уже в колбе и была вода и будет я ничего сливать не буду у нее нету плохих корней я так считаю что все корни у нее достаточно приличном состоянии вот сейчас я еще и вот этой влажненько положу нашей кашки малашки вот так мы нещадно я не запихиваю так сильно может окажется что я так надавливаю но все у нее будет нормально все ее перегниет загниет вот так мы это корешок засунем тоже так так мы подсунем вот видите тоже темный корень кажется он абсолютно абсолютно у нее крепкий я даже сейчас начала сажать думал что за темный корень а он абсолютно крепенький хорошенький так что сначала изначально не паникуйте даже если что-то перегниет корешок другой ничего страшного есть конечно прям явная гниль уже так это у нас не пролезет начнется тогда уже можете сначала фитоспоринчиком залить потом максимчиком залить или вытащить сразу посмотреть вот видите у меня на упала я ее сейчас посажу и ничего страшного хочу туда подсунуть и никак у меня не получается и ничего страшного абсолютно не произойдет она сейчас также продолжит ростить листик также продолжит ростить корешки я это знаю вот если даже она зависнет где-то чего-то там она постоит немного подольше тоже опять же ничего абсолютно страшного отвиснет даже некоторые орхидеи реагируют цветением на стресс так вот корешок сухенький а вот посмотрите то ли сейчас это то ли уже он был но он тоже не абсолютно не гнилой так и кстати вот сиреневый орхидей у меня уже есть колба нет мха я ее тоже пи хочу пересадить закрытую систему чтобы я уже не нервничала не переживала а почему у нее вот это так а почему у нее вот так а корешок пожелтел позеленел порозовел я ее посажу в закрытую систему и не буду уже я нервничать переживать за ее состояние потерять я ее не хочу кому-то нравится в закрытой системе кому-то нравится в горшочках у меня сейчас все в горшочках также так корешок хочет попасть в горшочках ростят листики и цветоносики кто смотрится знают вот я не говорю что надо сажать все в закрытую систему нет но мне очень нравится ухода минимум а отдача от цветов максимум и я спокойно могу уехать я кстати уже не помню говорил нет я свою стюартиан очку тоже пересадил в закрытую потому что у меня случились неприятности нам надо было уехать из москвы и мужу и не всем вот и кто будет за ней ухаживать ну стал бы ухаживать ухаживать некому и нам мы уезжали где-то примерно на неделю и я ее пересадила лишь из-за этого в закрытую систему но я знаете чего переживала у нее было как вы помните воздушных много корней я их посадила эти воздушные корни тоже закрытую систему все-таки до этого то они были воздушные тут сразу раз и в такую сырость все-таки до их сажают то есть могла бы быть реакция неоднозначная но вы знаете кстати отреагировала она очень и очень и очень хорошо вот я ее посадила на неделе две назад вот и она сейчас такой малипусенький малипусенький лезет такой хорошенький хорошенький листочек его прямо еле-еле видно вот вы знаете ей вот я говорю ей все понравилось даже с воздушными корнями а у нее только кто смотрел опять же да у нее только воздушные корни только так что-то у нас там все скрипит вот сейчас я ее постараюсь ровненько так выставить так под корешочек я положу кору вот так вот все она у нас стоит но она у нас раньше росла посередине сейчас получился она не посередине у нас ну и ничего страшного пусть так у нас растет как уже есть так и есть не буду же я ее сейчас дергать вот здесь вот видите воздушные не вижу так вот здесь вот видите воздушные карманы корешки еще лучше будут просматриваться там кора здесь влажность принципе опять видите я добавила влагоемкого субстрата но уже с крупной корой я уже не буду так нервничать переживать но вообще надо попроще к ним относиться не дергать лишний раз давать им времени на время на адаптацию я знаю что особенно когда начинаешь ухаживать за орхидейками когда еще особенно их мало это сейчас для меня знаете ой полив блин это занимает меня два-три часа и прямо как каторга для меня это полив а раньше я ждала этого полива не надо их поливать ой не надо их протереть то есть вот у меня такое было время а сейчас когда их много времени на них тоже тратишь очень очень много поэтому уже не так это в эйфории все воспринимаешь вот в принципе сейчас мы здесь аккуратненько так мох мы кладем вот чтобы обязательно палец палец у нас между мхом был и стволиком обязательно мог гораздо дольше держит влагу чем кора вот и у вас орхидейка может просто загнить то есть вот вы так зальете видите у меня получилось я ее в этот раз как-то мне кажется посадила поглубже чем она у меня до этого была она в принципе вот до получилось на меня поглубже принципе вон там шеечка идет вот вон она уже шейку видно ничего страшного один раз так другой раз так как-то опять она у меня накоренела засранка в общем-то извиняюсь за мой лексикон так я с ними просто разговариваю как со своими детишками у меня сенсорим горит мама ты с ними так разговариваешь так вот ты вот с ними себя ведешь как будто они живые я гру конечно я его учу я гру конечно они живые ты как хотел я гру они живые они все понимают я с ними могу и поговорить тоже поговорить я еще люблю так но вот в принципе я потом вот здесь тоже положу чуть-чуть мха просто почему-то не хватило у нас и вот будет у нас орхидеечка вот так вот расти вот такая вот красотулька все у нее хорошо и с корешками с вершками с вершками конечно похуже вот эти листья меня конечно убивают сухие вот ну все спасибо всем пока мы посмотрели в каком у нас корне состоянии вот всем пока пока